Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если отношения с молодым человеком зашли в тупик, да? Смотрите, я бы здесь рекомендовал бы поисследовать психологическую игру тупик. Она есть в интернете, вы можете ее посмотреть, там, в общем-то, довольно подробно рассказывается о том, как человек приходит к определенному тупику и чем это может быть для него выгодно. Очень много ссорились и он сказал, что перестал видеть со мной совместное будущее, что я не для него. Смотрите, на мой взгляд, здесь есть разочарование. Да, со стороны молодого человека есть разочарование. Но, если вы ссорились, то вы ссорились из-за чего-то. То есть нужно постараться увидеть причину ссоры. Вряд ли она возникла на ровном месте. Если вы ссорились, значит, надобили какие-то основания. И здесь есть еще одна психологическая игра, которая называется скандал. Я также рекомендую вам ее поисследовать для того, чтобы увидеть, что ссоры не возникают на ровном месте, а являются частью закономерности. Люди ссорятся из-за того, что не могут в полном мере и в полном объеме выражать свои чувства и свои переживания по тем или иным ситуациям. Люди ссорятся из-за того, что они неконгруентны. То есть то, что у них внутри, не соответствует тому, что снаружи. То есть я говорю не о том, что чувствую. Я думаю, что если это скорректировать, то ссор, вероятно, не будет. Да, будут какие-то неприятные моменты. Да, вы будете говорить о том, что вас беспокоит и не устраивает. Но конкретно ссор не будет. У ссор есть и другие основания. В частности, проблема личных границ. В частности, страх близости, в том числе интимный. Вот. Тут нужно смотреть. Но то, что вы ссорились не просто так, это абсолютный факт. И важно понимать, что вы вносили 50% в эти конфликты. И вам нужно с этими 50% работать. Иначе ссоры будут повторяться. То, что молодой человек перестал видеть с вами будущее, тоже, на мой взгляд, являются проблемой. Потому что это говорит о том, что молодой человек смотрит в будущее, но не живет здесь и сейчас. Если человек не живет здесь и сейчас, есть большая вероятность того, что он не видит вас. Такой, какая вы есть. А значит, вы не контактируете естественным образом, а контактируете как бы предвосхищая какие-то события, которые, ну, либо должны произойти, да, либо там, не знаю, что вы считаете, что они произойдут и так далее. А в любом случае, в любом случае, на мой взгляд, это большая проблема. То, что молодой человек видел с вами ваше будущее. Вот. И мне кажется, что то, что он теперь перестал его видеть, гораздо более лучшая история. Потому что, да, он, может быть, у вас разочаровался. Это правда. Но теперь, по крайней мере, будет видеть вас, вот, собственно, такой, да, какая вы есть. Вот, я думаю, примерно так можно здесь сказать вам, да. Дальше. Раньше все это видел с этим намерением и решил, чтобы я к нему переехал. Что именно видел, не очень понятно, что именно. Очень много ссор, моих требований, детской позиции тоже. И как-то теперь грустно, я так понимаю, да. Ну, смотрите, ваши требования и детская, как вы говорите, ну, детская позиция, да, вот. На мой взгляд, имеет, ну, имеют некоторые основания, как мне думается. То есть, если вы чего-то требуете, значит, вы чего-то хотите. И это значит, что у вас есть потребности. Только, вероятно, вы не умеете их адекватно реализовывать. Этому можно научиться. Можно этому научиться. И тогда детской позиции, как таковой, не будет. И требования будут вполне адекватные ваши. Можно ли спасти отношения и чтобы он увидел ту девушку, которую полюбил? Да, можно. Хотя гарантии вам никто не даст, если вы начнете меняться. Начнете меняться, и все будет хорошо. Для этого нужно над собой работать. А это психотерапия. И захотел опять серьезных отношений, или все уже испорчено. А вот здесь очень важный момент. Здесь нужно вам обязательно постараться увидеть, что вы хотите, чтобы молодой человек, простите меня за тостологию, захотел с вами серьезных отношений. Необходимо понять, для чего это лично вам, и какая потребность ваша здесь проявляется. Необходимо ее удовлетворять, чтобы вы были максимально свободны в своем проявлении с молодым человеком. Тогда, вероятно, все может наладиться, и вы сможете выстроить действительно здоровые отношения, где вам и вашему партнеру будет комфортно и хорошо. Но, повторюсь, заняться нужно собой. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго, удачи! Обращайтесь!